конечно же некоторые сорта смородины черные уже готовы к съему и прежде чем начать что-то делать с ней а на ней появились пятна ржавчина обратите внимание да и все это надо обработать опять что же сначала обработать или все-таки привести вкус в соответствие ее ведь так тля и подъедает поэтому начнем с того что мы сделаем обрезку смородине посмотрите вот видите завитая макушка да и там конечно же госпожа тля совсем муравьи вот он бегает как бешеный и вот эта макушка сейчас я ее отрежу и покажу вам вот там и муравьи есть и тля там все вот он у меня на пальце вот и два ах вы гады маленькие значит вот она видите они ее уже притащили и она так благополучно подсасывает серединки и листья у нее уже становятся очень даже неприглядными появилась ржавчина это все благодаря тому что есть вредитель но избавиться очень легко причем мы сразу убьем двух зайцев обрезаем макушки помните мы уже это делали то есть эти кусты молодые и их надо формировать на месте каждой обрезки вот здесь появится зарубцовочка годовое колечко и из пазух листьев посмотрите это ведь выросло все за лето боковые ветки а смородина черный крышовник плодоносят очень обильно именно на боковых ветках ветки 1 2 и так далее порядка это нам не надо это даже в чай уже не запустишь но все макушки мы обязательно обрежем а 20 августа вы подойдете к кусту смородины еще раз и уже не так как я злобно обрезаю а только самые макушечки 20 августа это будет вот вот только точку роста уберем это 20 августа а сейчас я ее вот так обрежу 3 листика на веточке есть на молоденькой 4 и 5 обрезаем 3 листика есть 4 и 5 обрезаем вот они боковые видите отросли 1 2 3 4 5 6 и так далее оставляем 3 обрезаем оставляем 3 обрезаем ягоды нужно собрать не надо травить себя ничем если бы в течение лета мы давали этот великолепный коктейль где 9 литров воды 1 литр обезжиренного молока и 3-4 каплиеда и каждые 10 дней опрыскивали бы ее тогда бы вот эта проблема не возникла но учитывая что слишком жаркое лето слишком то проблема возникает всегда как бы вы ее не обрабатывали значит что понадобится для того чтобы опрыскать ее избавиться от вот этого ненужного никому заболевание которое называется пятнистость листьев вот эта бордовская жидкость она готова к употреблению ничего разводить порошок смешивается звездка не надо меня это очень устраивает здесь все написано все очень просто срок ожидания то есть кратность обработок 60 дней 28 дней то есть понадобится практически одна обработка уже на дворе август а у нас август это осень значит количество 250 миллилитров на 10 литров воды поскольку у нас вот здесь полтора литра значит нам понадобится ну где-то порядка двух столовых ложек вот на это количество воды лучше меньше чуть-чуть то есть норму соблюдать требуется но передозировка это неправильно всего накачиваем насос и вот смотрите на улице пасмурная погода ветра нет идеально желательно бы делать это за четыре часа до дождя очень тщательно нужно дать ей немножко подсохнуть один раз и опрыскать еще второй раз эти кусты обработать не могу потому что пока ягода не собрана видите какая она крупная да это молоденькие кусты им всего-то навсего второй год и они вот так выглядят еще и плодоносят в середине сентября там сентябрь очень даже неплохой температуры очень даже щадящие вот вы должны бордовской жидкостью опрыскать весь сад и яблони после сбора плодов и смородины и крыжу ну все абсолютно что уходит в зиму и вы поймете на следующий год что вы сделали все правильно и сад уйдет в зиму голубой и это очень очень хорошо если вы хотите посмотреть мои сюжеты мои программы в хорошем качестве подписывайтесь на мой канал голова садовая на ютюбе а пока до свидания